Дорогие братья и сестры, сегодня молодежный православный творческий коллектив Николин Родник проводит литературно-музыкальную композицию, посвященную русским поэтам и писателям, у которых в этом году отмечается юбилей. Они все творили очень много хорошего, доброго, и свое творчество, конечно же, любой истинный творец черпает от Творца всяческих, то есть от Господа Бога. И Господь вдохновляет на творчество любого истинного Творца. И в творчестве тех поэтов и писателей, о которых мы сегодня будем говорить, и произведения, о которых мы сегодня услышим, чувствуется, как через них творил Господь. Чувствуется, как их душа проникалась и идеей красоты Божьего мира, и идеями евангельскими, и многими другими христианскими идеями. Наверняка многие из вас, особенно люди постарше, знают известного на весь мир пианиста, исполнителя классической музыки Ивана Клиберна, который в 50-х годах у нас в Советском Союзе на конкурсе Чайковского, его звезда взошла, и он выиграл этот конкурс, он стал известным пианистом на весь мир. Но, наверное, мало кто из вас знает, что в дальнейшем он стал священником. Правда? Он и не православным, конечно, священником. Почему он сделал такой выбор, этот гениальный пианист, объяснял именно тем, что всегда, когда он играл, он чувствовал, как творец всей Вселенной, как творец всего мира, вдохновляет его на этот творцу. Через него играл творец. Так сам он объясняет свое творчество, так сам он объясняет свой дальнейший выбор, который он сделал. Вот этот пример, я думаю, очень важен, но очень показательен. Вот наша скромная сегодняшняя литературно-музыкальная композиция, она как раз и посвящена тому, как через истинных творцов Слово творил сам Господь. И как великие христианские идеи приложились в их творчество. Мы будем отрагивать и писателей советского периода, и кто-то из вас может сказать, ну а здесь-то какое там христианское творчество, да? О Боге ни слова, о Евангелии ни слова, о Священном Писании ни слова, а мы говорим, что через них творит Господь. А потому что, действительно, и в советский период истинные творцы творили от Бога. На севере Тюменской области есть Югорская епархия, может быть, кто-то слышал о такой. А там сейчас епископ, мой учитель, он преподавал мне в семинаре, епископ Фотий. И вот этот епископ Фотий, уже будучи сложившимся священнослужителем, кандидатом в богословие, окончил, по собственному желанию, Нижневартовский педагогический институт, филфак. И когда я его спрашиваю, ну, Владыка, зачем вы закончили филфак? Ведь вы же кандидат богословия, вы, Владыка, вы состоявшийся, священнослужитель, да, казалось бы, зачем нужен филфак этому человеку? Он ответил, что для меня Астафьев — это продолжение Евангелия. То есть он привел в пример Виктора Астафьева, абсолютно советского, да, писателя, который тоже не пишет ни о Боге, ни о Евангелии, но его рассказы являются действительно продолжением Евангелия, как рассказы истинного Творца. Вот это относится ко всей советской замечательной литературе, которая тоже, безусловно, вдохновлена христианскими идеями. И если напрямую об этом советской литературе не говорится, то вчера все это наполнено наполнено христианством. Наш концерт открывает Макаров Гнеб «Маленькое прелюдие» Приумов. Виктор субтитры» Павел Ивана Аплодисменты На сцену приглашается косолапов Владимир, Шуберт, Сиренана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы пригласили вас на литературно-музыкальный вечер, где состоится встреча со стихами и романсом. Тема нашей встречи — красота Божьего мира в поэтическом и музыкальном творчестве русских классиков. Религиозность является неотъемлемой и важной составляющей литературного творчества. Итак, на сцене Анастасия Сафронова «Романс «Здесь хорошо» — музыка Рахманинова, слова Галины. 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 Здесь только Бог дает цветы, да старая сосна. Как ты, мечта моя! Как ты, мечта моя! Как ты, мечта моя! Свои переживания, они находили в нем духовную защиту и утешение. Измученной жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения причина и цель и конец, и вечного сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тишине, и плакать, и черпать уроки, из них для ума и души. Сейчас Анастасия Сапрудова исполнит романс «Внутренняя музыка». Стихотворение Николая Агарева «Музыка Александра Набилова». Стихотворение Николая Агарева «Музыка» Стихотворение Николая Агарева «Музыка» Стихотворение Николая Агарева «Музыка» Расстают мне нужно лететь и уйти, легко умереть. Через творчество писатели учили нас видеть мир особенным, большим, прекрасным и сложным. Наше знакомство с ними начиналось с детской литературы, поэтому сегодняшний концерт открывают художники, подарившие нам детство. Родители читали нам на ночь их рассказы и стихи. По веселым и ярким книжкам, нередко разрисованных карандашами и фломастерами, мы учились читать. Мы рассказывали их стихи в детском саду и на всех праздниках. Многие стихи детства мы долго помним наизусть. Кто не знает стих про Мишку? Наша Таня громко плачет. Вовка, добрая душа, младший брат. Автор этих простых, но важных стихов — Агния Львовна Борту. В 2021 году ей исполняется 115 лет. Агния Львовна Борту, урожденная голова, родилась в Москве, в образованной еврейской семье. С раннего детства Агния начала писать стихи и эпиграммы. Она обучалась немецкому и французским языкам. Она мечтала стать балериной и поступила в хореографическое училище. Но во время Октябрьской революции ее семья жила крайне бедно. И поэтому, чтобы выжить, она пошла в магазин одежды. В качестве зарплаты в этом магазине выдавались июточные дуны, из которых можно было варить суп. Но, несмотря на это, Борту завершила свое обучение в хореографическом училище и успешно поступила в балетную трубу, которая эмигрировала. А Агния осталась в Москве. Свои первые произведения «Мишка-моришка» и «Детальчонок-моррих» она отнесла в редакцию в 1925 году. Ее стихи в местах стали популярными. В военные годы Борту была эвакуирована к нам в Свердловск. Она печатала военные стихи, очерки, читала их детям и сама управляла несколькими детскими домами. В 1947 году Агния Борту опубликовала поэму «Звенигород», которая была посвящена детям, потерявшим на войне родителей. После этой публикации ей написала мама из Караганды, которая потеряла на войне дочку. Борту прочитала ее письмо по радио, и мать и дочь спустя долгое время нашли друг друга. Затем поэтесса начала вести радиопередачу «Найди человека», в которой дети читали воспоминания о своих пропавших на войне родителей. Благодаря этой передаче очень много людей нашли друг друга. Поплодники Агнии Борту часто вспоминали ее цитаты. «Почти у каждого человека бывают в жизни минуты, когда она делает больше, чем может. Но для Борту эти минуты развернулись на целую жизнь». Сейчас Юла Калинина прочитает стихотворение Агнии Борту «Снежная баба». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы не ели, мы не пили, бабы снежную лепили. Снежный влажный, слабый-слабый, мясо под рукой, но как раз для снежной бабы нужен нам такой. Нам работать было жалко, будто нет зимы, будто вся февраль у марта, теплый день взаймы. Улыбаясь, как живая, в палке, в тишине, встала баба, снеговая, в белом зипуне. Но темнеет, вот досада, гаснет свет зари. По домам ребятам надо, что ни говори. Вдруг нахмурилась Наталка, ей всего лет пять. Говори, неба ужалка, что ж ей тут стоять? Скоростью, нет, он трамвая, и взойдет луна. Будет баба снеговая, под ума одна. Мы столкнулись возле бабы, думали, как вы, нам подружку ей хотя бы, нужно раздобыть. Мы не ели, мы не пили, бабу ногу слепили, сквозь тем не зрунтовая, и взойдет луна. Наша баба снеговая, будет не одна. Косолапов Севола, огне во рту, мой друг. У него вагон достойности, недостатков нет почти. Ничего ему не стоит, вам будет. Давайте хочет, а не брать. Он сильный, а не слабый, о нем я толстую тетрадь, всю писать он обладает. Он, вот, владеть, но он умеет, не боится проиграть. Очень быстро он умеет, записал ее тетрадь. Починил он птице плетку, дал потенку молоко. Измениться он умеет, это тоже нелегко. Сейчас Валерий Лёля исполнит Арию Лёля из оперы «Снегурочка». Концертмейстер Анастасия Сафронова. Туча соном, мозгом, он и волос, и крикит, но я дождь глазами, с преснем землю весенним дождем. Кто-то цветики возрадуются, выйдут девицы за ягодами, святым молодцы упяжутся. Валерий Лёля 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 У рощи девицы все просто смелись, кто в кусты, а кто поедничок, брали ягодки, а у колеса. Одной девицы в друге в капле все тут девицы расплакалися, но шут девицу не вон к Лизаэм. К ней лёля 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 Повстречался Повстречался девкам чушь, чужей дни, чужей дни, дружка старичок, девки глупые за мальчат сбрыли, что за прибыль оболокаться, что за радость не откликнутся, вы по кустикам пошали. лёля 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 Повстречался с лёля Лёна лёля Следующий герой нашего литературного вечера — Евгений Иванович Чарушин. Это советский график и скульптур, а также детский писатель. И одно поколение советских детей выросло на книгах с его замечательными иллюстрациями. Биография Чарушина наполнена огромной любовью к природе и детям, оказавшей большое влияние на его творчество. Евгений Иванович родился 11 ноября 1901 года в Вятке в семье главного губернского архитектора. Способности к рисованию мужей появились очень рано. Евгений Окончил-гимназий поступил в Петербургскую академию художеств на жилобистской факультете. Он много времени проводил в зоопарке, где рисовал жилобе с натурой. Большое влияние на Чарушина оказал мастер книжной иллюстрации Владимир Лебедев, который помог ему сформировать свой собственный неповторенный стиль. Первой книгой, в которой появилась иллюстрация Чарушина, стал рассказ Виталия Бианкина Курсю. В дальнейшем он сотрудничал с такими известными писателями, как Михаил Бришин, Корней Чарковский, Максим Борький, Самуил Маршак и другие. В 1930 году, благодаря поддержке на шагах, Чарушин описал свой бедный рассказ в ручку. До войны Евгений Иванович опубликовал около двух десятков книг. Животные жарких стран, жуткие птичьи рай, птицы и другие. Чарушин занимался скульптурой и метрой пластины, преимущественным фарфоромом. Сотрудничал со знаменитым фарфоровым заводом в Ленинграде и делал эскизы росписи для чайных семейцев. Семейная жизнь Чарушина сложилась счастливо. Его сын Никита стал продолжателем дела отца. По стопам известного деда пошли его внучка и правнучка. В этом году ему исполняется 120 лет. А сейчас семья Макаровых представит нам небольшую сценку. Это рассказ Чарушина. Перепелка. Прошу. У нас в клетке жила ручная перепелка. Такая маленькая гибкая курочка. Перепелка ходит по клетке и тихонько она свистывает вот так. Тюр-тюр. Тюр-тюр. Но самое удивительное вот что. Как только с зажженным вечером электричество, трепелочка сразу начинает высвистывать, кричать. Федь-тюр-тюр. Федь-тюр-тюр. Что такое она говорит? Спрашивает Никита. Это она тебя спать укладывает. Слышишь? Говорит. Спать пора. Спать пора. Ты слушался Никита. Правда, похоже. А Никите и в самом деле спать пора. Но только уложить его трудно. Главное еще. Говорит Никита. Перепелка опять. Спать пора. Да не хочу я. Перепелочка опять. Спать пора. Мне еще немножко поиграют. Тут так раскричится перепелка, что больше терпеть нельзя. Спать пора. Да я уже умываюсь. Спать пора. Спать пора. Да что ты кричишь? Я уже лег. Под уши отцвет в доме, тут и перепелка замолчит. И Никита уснет. Так у нас и повелось. Стала перепелочка укладывать Никиту спать. На сцене Варвара Демитова песня «Жалон». Музыка в линке слова «Кукольник». Музыка в линке слова «Жалоны» Музыка в линке «Жалон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующий актор юбилея этого года — это Майков Аполлон Николаевич. В этом году знаменитому поэту исполняется 200 лет. Майков родился в 1821 году в Москве, в дворянской семье. Его отец был знаменитым художником. У молодого Аполлона с детства появились способности к живописи. Он очень влекался живописью и поэзией. Он выучился на юридическом факультете в Петербургском университете. Служил в Министерстве финансов. Получил от Николая Пехова пособие для путешествия за границей. Уехал в Италию, где занимался живописью и поэзией. Затем в Париж, где слушал лекции по литературе и искусству. Он побывал в Дрездене и в Праге. В 1844 году Майков вернулся в Россию и стал работать в Румянцевском музее. Затем он перешел в Петербургский комитет иностранной цензуры. Его первый поэтический сборник вышел в 1842 году и получил высокую оценку писателей того времени. В том числе и высокую оценку знаменитого критика Билинского. Впечатление от поездки по Италии выраженного в сборнике очерки Рима. Майков дружит с Тургейевым и Некрасовым. Поддерживает знакомство с Достоевским. Увлеченный эпохой Древней Руси и славянским польклором, Майков создал один из лучших переводов знаменитого слова о полкове Игореве. По мотивам Древнего Рима он написал поэму «Два мира», удостоенную Пушкинской премии. Если раньше поэта впечатлял античность, то теперь он всецело отдался христианскому учению. К числу лучших творений Майкова относится его пейзажная лирика, отвечающаяся за душевностью и напевностью. Многие-многие его стихи вдохновляли и продолжают вдохновлять композиторов на написание музыкальных романсов. Камила Калинина. Стихотворение Аполлона Майкова «Уходи, зима седая». Уходи, зима седая, уж красавицы весны, Колесница золотая мчится с горней вышины. Старой скорикли, тщедушной, с ней царицей цветов, С целой армией воздушной благовонных ветерков. А что шума, что гуденья, тёплых ливень и лучей, И чириканье, и пенье, уходи себе скорее. У неё ни лук, ни стрелы, улыбнулась лишь. И ты, под обрак свой самый белый, поползала в рак, в кусты. Да найдут и по обраку, вон уж чё, раи шумят. И летит по бедному влагу пёстрых бабочек отряд. На сцену приглашается Анна Данько, концертмистер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Попугайкова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Дима Торзок 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 Это переложение утренней молитвы написал Николай Алексеевич Некрасов, известный современным читателем как самый крестьянский поэт России. Писатель своим творчеством исследовал духовный мир русского крестьянства. Николай Некрасов тоже юбилеет этого года. Он родился в 1821 году в Винницком уезде Попорской обеды в большой семье помещения, в которой было 14 детей. Николай учился в Петербурге. Во время учебы постоянно искал работу, чтобы заплатить завет и комнату. Постоянно самосовершенствовался. Писал статьи и дозеты. Филиетоны, сочинял сказки в стихах. На скупленные сбережения он выпустил звуки, мечты и звуки. Затем Некрасов встретил знаменитого литературного критика Белинского, который старался всячески помочь и поддержать его. Вскоре выходят два альманаха Некрасова «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборный». В 1847 году Николай Алексеевич становится редактором и известным издателем журнала «Современник». Затем он возглавит журнала отечественной записки и будет в нем редактором до конца своей жизни. В своих произведениях Некрасов постоянно призывал к совести бороться за свободу, за народ. Он создал свою собственную Некрасовскую школу. Его творчество стало новой ступенью в развитии русской лирики. В своих произведениях поэт отобразил особенности своего времени и оказал влияние на общественную атмосферу эпохи. Его стихотворения становились известными песнями. В них мы слышим трагедию и иронию, народный смысл и русскую мечтательность. А сейчас Вероника Зак прочту стихотворение Николая Некрасова «Мужичок». Маленький мужичок, однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору, лошадка, везущая хору ступоз. И шествую важно в спокойствие чином, лошадку ведет под усты мужичок. В больших сапогах полушубки овчином, в больших рукавицах осан с ноготоком. «Здорово, парнище, звай себе мимо, уж больно ты, грозен, как я погляжу». «Откуда, дорогишки, из леса вестима? Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». Вспоминая Никрасова, мы бы хотели вам еще раз рассказать о его не менее знаменитом друге и коллеге по журналу «Современье» Иваде Сергеевиче Тургейне. Егор Бакаров. Стихотворение в прозе «Воробей». Я возвращался с сухотой, и шел в воде в сад. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшилась и шли, и начала краситься. Как включил в пыль с собой дичь, я, приятно, в туалет, В пылью молодого бранья. Крутизной около плева, и мухом на плеве. Он упал из гнезда, в ветер сильно качал березы и олень. И сидел неподвижно, без помощи на раскопыли, И вон проставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему. И как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, Старый птик, крутый дурбей, камни упал от, И в леса моего моря, и весь херошек искажён. Зачайно лежал предписку, предмороза два, Направились в пасты и раскрытые пасты. Он вернулся спасать, заснулся бы на своей мече, Но все мое мое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и отгревал, он замирал, Он жертвовал собой. Каким громадным чудовищем Должна было касаться собаками, И всё-таки он не мог усудить Из высокой безопасной ветки. Сила сильнее его, Сбросила его туда. Мой трезор остановился, Попянется, Видно, и он признал эту силу. Я поспешил обозвать, чем пса, И удалился, Только верю. Да, не смейтесь, Я подверел этой маленькой греческой песен, Говорит, любовь у неё бороли, И любовь, думаю я, Сильнее смертью, Страх от смерти. Только верю, Только любовь, Держится И движется Жизнь. А сейчас Анастасия Сафронова И Иван Бунтышев Исполнят нам романс «Прощайся, волея» Музыка Убинштейна, Стихи Николая Грекова. «Прощайся, волея» Сидели мы долго, И сёзы и вечи, Сидели мы долго, Грошали, пихали, Наглали, берёзы, Мы с ним доживали, Семьи лучшие грёзы. Так чудная месяц Слышит из-за точки На блинные лица На жаркие ручки На блинные лица На жаркие ручки И в эти минуты Любви и разлуки Мы прожили Рожили Рожили И счастья и муки И счастья и муки Следующий Очень знаменитый автор, Величайший классик Русской литературы и Рожили Фёдор Михайлович Достоевский В этом году ему исполняется 200 лет. Творчество Достоевского Стало духовным фундаментом Всей русской классики И продолжает оказывать Большое влияние Не только на литературу, Но и на всю Духовную мультуру в целом. Мы все читали В старших классах Его сложный и суровый роман «Преступление и наказание». Часто мы от него отворачивались, Откладывали в сторону, Но нам следует знать, Что именно это произведение Стало воплощением Христианской мысли писателя. Сцену чтения Евангелия В преступлении и наказании Была названа Одной из величайших Столиц Достоевского. Всегда быть веселым И простым Достоевский Никак не мог. Он слишком близко И слишком хорошо Видел и понимал Окружающий мир. Он понимал, Что разлив зла Это гибель И большачья угроза Для всего человечества И для всей истории. А Бог является Туховным идеалом И центром Творческой песни автора, Которая была представлена И в его последующих романах. Братья Карамазовы, Идиот, Безвый, Подросток, Верующий человек, Он видит реальный мир, Такой, какой он есть. Есть стереотип О верующем человеке, Как о паскетичном И отчувчивом В то время, Как верующий человек, Наоборот, Очень любит эту землю И глубоко ее понимает. Попадая в стихи У него огромных романсов, Мы знаем, Что вошли в стихи Крестьянского Миропонимания. Герои Достоевского Все проходят большой И серьезный путь, Но всегда автор дает им Шанс на спасение. Когда-то Достоевский сказал, Что не может быть Никакой любви к человечеству Без веры, Без смерти от души. С первого взгляда Это утверждение Может показаться Скорным. Причем же здесь Без смерти от души. Люди в жизни Стремятся Довиться по богатству, Сыдности, Свободы, Путешествий. Но не надо Не полюбить Смертного человека, Который возвышается Над всей материи. Любить Значит видеть, Видеть что-либо Таким, Каким его замеслил Бог. Состраданием, Благнейшим И может быть Единственным Законным Бытия Всему человечеству. А свобода Заключается Совсем не в том, Чтобы сдерживать себя, А в том, Чтобы твердо Владеть собой. Так, Радо или поздно, Миру придется вернуться К этим простым Словам Евангелия. Царство Божие есть Внутри нас. И всякий, Кто узнал его, Живет его красотой, Святостью И истиной. Сейчас Ирина Диана Попова Исполнится стихотворение Ирины Самариной Доброта. Доброта Она не ведает И не ждет Взаимности в ответ. Никогда не ждет, А согревает, Оставляя в душах Яркий свет. Доброта Не судит, Не калечит, Однюю не стоит Ждать вреда. Лишь она О злобу Мир Не зависит Цена Никогда. Доброта Действительно Бесценна И старик, Что кормит Луфей, Даже сам Не зная Постепенно Эту землю Делает добрей. И ребенок Поживем дворням И отдав С портфеля Бутерброд Доброте По ступкам Дал присягу, Что в беде Друзей не подведет. Доброта Всегда богаче У нее нет Живанных Ни дачи, Но господ Победа Нам о ней. Что друг друга Веря и жалея Таская в сердце Грусть Обид В целом Мы становимся Добре Несмотря Что там В груди Щемит. Доброта Всегда Протянет руку Несмотря На сделанное Зло Не узнать О ней В этом Мука С ней Не всем Столкнуться Повезло. Доброта Как раненая Птица Что сломав Крыло Стремится Ввысь И приснет Слезой На ресниц. Доброта Что верит В нашу жизнь Где добро Там свет А как иначе Жизнь Без милосердия Пуста Если от чужого Боля Плачет Значит Не всякого Наши Нерех Доброта На сцену Приглашается Косолапов Владимир Марчелло Адажев Нерех 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На сцену приглашается Виктория Кауган, монолог из пьесы Островского «Свои люди сочтемся» Монолог «Липочный». Какое приятное занятие эти танцы! Уж как хорошо! Что может быть восхитительнее? Добро пожаловать в Казахстан! С удовольствием! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Это все! Это все! Он не образование! Что же? Что за важность? Он же танцы-мейстер! А не кто-нибудь другой! Воображай на себе! Вдруг за меня посватывается военный! Вдруг у нас парадный сговор! Горят везде свечи! Ходят официанты в белых перчатках! Я? Я натуральная! В тюльевом либо в газовом платье! И тот вдруг заиграет вау! Ну как же я перед ним? А как служусь? Вот что он подумает? Скажет! Дура! Не образованная! Нет! Однако! Однако я уже полтора года не танцевала! Попробуй-ка сейчас! Надо судить! На сцену приглашается Лидия Вячеславовна Кондрашова с авторскими стихами и песней. Стих «Широко раскрытыми глазами» и песня «Мой Урал». Широко раскрытыми глазами я смотрю на этот мир большой. Господи, когда-нибудь мы сами тайное почувствуем душой. И когда наступит озарение, защелечут птицы на душе. Господи, спаси свое отворение! Господи, восполни обо мне! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОРОДИСМЕНТЫ ГОРЫ В НЕБЕСАМ! ГОРОДИСМЕНТЫ 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 С лодки на реке, ГОРОДИСМЕНТЫ Рыбы наладую, В котле на костре, ухи наварю, Пойду за враг, скачусь кубарем, Буду до утра пить до суда лью. Урал родной, поля до леса, Да высокие горы в небеса. И в завершении нашего литературно-музыкального вечера наш коллектив споет знаменитую песню «Победуя любви». Субтитры создавал DimaTorzok «Победуя любви» «Победуя любви» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 А руки в глазах болятся во всех. Странники встают, болится народ. Русь еще жива, Русь еще больно. Русь еще жива, Русь еще жива. 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 Русь еще жива. Русь еще жива, Русь еще жива.